Сегодня в Государственной Думе будет заслушиваться отчет о приоритетах социально-экономического развития страны, а также развитии малого и среднего бизнеса. Но, наверное, прибыв с региональной недели, получается, что о социально-экономическом развитии может каждый гражданин, находясь в том месте, куда ему определило государство и за рамки которого не упускает, в каждой деревне, районе, селе рассказать о том, как действительно социальное и уж не говоря про экономическое состояние жизни происходит их существование. Ну, если говорить, допустим, по здравоохранению, есть Людмила Ларина, которая в городе Саратове объявила городовку с двумя детьми, потому что решили закрыть как бы малоэффективную инфекционную больницу, где находились младенцы. Значит, в Медногорске, Оренбургской области решили закрыть родильные дома, но я думаю, что этим могут подфалиться многие регионы, тоже из-за неэффективности и нерентабельности. То есть людям дают понять о том, что вы уж там сами занимаетесь своими вопросами, государство не несет никакой ответственности. Я уже не говорю о том, что закрываются сельские школы, о том, что не работает школьный автобус и можно сказать, какое отношение медицины и здравоохранения имеют к социально-экономическому развитию страны. Но это имеет непосредственное значение, ибо если у нас не будет демографической ситуации, если у нас не будет детей, если не будет детских садов, куда можно определить ребятишек или ясельных групп для того, чтобы мамы пошли на работу, или папы, которые сидят с детьми, чтобы были рабочие места, была налогооблагаемая база и многое-многое другое. Но, видимо, все это не входит в приоритеты развития нашей страны. Если говорить об экономике, то, конечно, сегодня будут рассматривать и малый и средний бизнес, который задушили налогами, страховыми взносами и многими другими поборами и проверками. А вот никто ни разу, наверное, не вспомнил о тех предприятиях, которые действительно создают величайшую экономику нашей страны. Это предприятия ВПК, это те огромные предприятия, которые платят в казну огромные налоги, их не делают никакие послабления, связанные с тарифами и многое другое. И поэтому я думаю, что сегодня депутатский корпус сумеет задать множество вопросов, которые возникли к этому министерству, а, наверное, их самое большое количество, потому что мы с вами видим, что экономика хромает на обе ноги. И те цифры, которые нам называют, когда будут достигнуть величайший рост, но с нашей точки зрения в пределах статистической погрешности. Поэтому я думаю, что сегодня состоится серьезный разговор, и в целом нужно, конечно, менять курс развития страны на социально ориентированный и брать за основу программу Коммунистической партии Российской Федерации. Дорогие женщины, от всей души поздравляю вас с наступающим нашим весенним праздником. И хочу пожелать вам любви, счастья и семейного благополучия. А вот чтобы семейное благополучие у нас с вами было, нужно активно представлять нашу гражданскую позицию в органах власти. А значит, я желаю вам смелее идти во власть и требовать решения самых насущных проблем. Сегодня в повестке дня стоит очень нашумевший и знаковый законопроект, который в общей сложности, так вот проще говоря, можно назвать так. О фейковых новостях и оскорблении власти. Вот эти два законопроекта сегодня будут рассматриваться во втором чтении. Между первым и вторым чтением в эти законопроекты были внесены поправки. Что в этих поправках в общем? Уточняются понятия, что же такое недостоверная информация, что же такое оскорбление органов власти. Более точные стали это понятия. Но не в этом главное-то. Главное в том, что в разы увеличиваются штрафы. И эти штрафы, если раньше штраф на гражданина был в порядке 3-5 тысяч рублей, то сейчас он увеличивается кратно. От 30 до 100 тысяч рублей. А если вот эти фейковые новости повлекли за собой какие-то тяжкие последствия, а к числу тяжких последствий отнесены и нарушения общественного порядка, то штрафы составляют уже гораздо большую сумму. Например, от 300 до 400 тысяч рублей на гражданина, на физическое лицо. 900 тысяч рублей на должностное лицо и 1,5 миллиона рублей на юридическое лицо. Вот так подскочили эти штрафы. Но не решили эти поправки самого главного. Это правоприменительная практика этих законов. Наша фракция Коммунистической партии Российской Федерации будет голосовать категорически против и того, и другого закона. Почему? Потому что мы считаем, что эти законы нанесут прямой удар исключительно по оппозиции. Потому что у этого закона слишком вольное толкование. А правоприменение как раз у нас находится в таком состоянии, что можно этот закон применить к человеку совершенно невиноватому в том или ином правонарушении или преступлении. Вот мы опасаемся, что такая ситуация будет и в данном случае с этим законом. А потом скажите мне, за что уважать нашу власть? Может быть за пенсионную реформу, которая ограбила народ? Или может быть самозанятые будут уважать нашу власть за то, что она обложила их налогами, за то, что они кое-как выживают сами в этой жизни и с этими экономическими законами и правилами? А может быть за то, что закрылись тысячи предприятий за годы вот этих реформ, праволиберальных реформ? Раньше их было в 90-е годы в российской РСФСР больше 36 тысяч предприятий крупных. Что сейчас осталось? Меньше 5 тысяч. За это уважать нашу власть? А может быть крестьяне наши будут уважать нашу власть за то, что сегодня 40 миллионов гектаров земель сельскохозяйственного назначения пустуют и разрастают бурьяном. Сейчас, кстати, цифра эта, наверное, поменяется, потому что после сельскохозяйственной переписи, значит, эта цифра может увеличиться вообще до 100 миллионов гектаров земель. Может быть те, кто живут в лесной зоне, будут уважать нашу сегодняшнюю и ныне действующую власть за то, что распродается направо и налево национальное достояние и богатство нашей страны. Наш лес, наши природные ресурсы, биологические, все распродается. Уважаемые товарищи, вы знаете, я думаю, может быть, настольной книгой нашей власти должен стать фильм «Кинзадза». Помните, там была такая фраза «Я очень люблю ПЖ, а я люблю ПЖ еще больше». Так вот, вот этот абсурд, который в этом фильме показан, так гротескно показан, вот с этим законом, думаю, что может превратиться в реальность, потому что нашу власть уважать абсолютно не за что. И закон этот принимается исключительно для того, чтобы закрыть народу рот. А давайте вспомним принцип парового котла. Когда пар постоянно придерживается и перекрывается, он может рванет. Так вот, весь вопрос в том, когда рванет этот паровой котел. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова